Мы возвращаемся, возвращаемся расстроенными, потому что пропустили кусочек и закончили не там, где следовало бы закончить на самом деле. Но давайте мы вернемся тогда к пропущенному кусочку. Это 317-Б. Вот я и пошел противоположным путем. Признаю, что я софист, что воспитываю людей. Думаю, что эта предосторожность лучше той, признаться лучше, чем запираться. Я принял еще и другие предосторожности. Еще и другие предосторожности. Какие другие предосторожности? То есть протагор не дурак. Он не просто не скрывается в качестве предосторожности. Он принял еще какие-то другие вещи. Какие же? И он поясняет. Так, что в добрый час молвить. В добрый час молвить. Протагор говорит с Богом. Вот буквально с Богом. Хоть я и признаю себя софистом, ничего ужасного со мной не слышите. Мы уже читали это и это по поводу того, что ничего ужасного не случается. Но давайте мы почитаем ксенофон пира, потому что ни один протагор догадался использовать Бога в целях предосторожностей. Это пир 8.5. Антисфин отвечал. Как откровенно ты, сводник себя самого, всегда поступаешь в таких случаях? То ссылаешься на Бога. Ты сводник себя самого. Как откровенно ты, сводник себя самого. Это, естественно, к Сократу обращено. Как всегда поступаешь в таких случаях? Ты ссылаешься на голос Бога, чтобы не разговаривать со мной. То у тебя есть какое-то другое дело. Да. Голос Бога – это, конечно, демон. Да, все правильно, даймонин. Сократ тоже пользуется Богом в своих собственных интересах. Когда к нему пристает антисфен, Сократ говорит, нет, демон не велит мне говорить с тобой. Мы знаем из Платона, что Сократ очень пользуется активно этим демоном, но ксенофонд прямо говорит, вернее, антисфен прямо говорит. Помните, кто такой антисфен? Помните, что он ученик Сократа? Это школа учения. И, по-моему, мы должны открыть еще ТТ-151Б. Тогда ТТ- если я нахожу в них каких-либо признаков беременности… Не нахожу. Не нахожу в них каких-либо признаков беременности. Речь идет об общении с юношами. Беременность, естественно, метафорическая о маэфтике. Помните, что маэфтика – это искусство повивальной бабки, коей и была мать Сократа. И Сократ принимает на себя это искусство. Искусство доставать из юношей их знания, о котором они еще не знают. Если я не нахожу в них каких-либо признаков беременности, то, зная, что во мне они ничуть не нуждаются, я из лучших побуждений стараюсь созватывать их с кем-то. И с помощью Бога довольно точно угадываю, от кого бы они могли понести. Много таких муношей я отрубродику, над другим мужам, мудрым и богов дыханиями. Ну и божественным, да. Ну, естественно, божественный продик. И, естественно, ссылка на Бога. Когда Сократ понимает, что он общается с юношами, но эти юноши ничего из себя не представляют, он выбрасывает их. Философия открыта для всех, но она недоступна для всех. Не подходит всем. А значит, если какой-то юноша желает стать философом, желает общаться с философом, но не может этого сделать, Сократ отправляет его прочь при помощи Бога. Как он отправляет каждый раз прочь антисфена, когда антисфен к нему лезет со своими расспросами. Итак, и Протагор, и Сократ используют в качестве предосторожности свою связь с Богом или просто Бога, какую-то теологию для того, чтобы оправдать свои поступки. Иными словами, философ пользует, не только воюет против предрассудков, он пользуется некоторыми из предрассудков для своей собственной выгоды, во имя своей собственной выгоды. В частности, для того, чтобы не сходиться с людьми, которые не представляют из себя интереса для философа. Более того, заметьте, ссылка на Бога или на богов одновременно означает и то, что люди, которые не могут стать философами или не должны стать философами, или не обладают необходимыми задатками природными, чтобы стать философами, они, естественно, должны опуститься на уровень ниже, чем философия. На уровень ниже, чем философия, находятся философия. Философия делает человека справедливым, то есть дает ему возможность жить в обществе с помощью разума. Протогор об этом будет говорить потом. Религия тоже делает человека справедливым, но без помощи разума. И потому религия – это отличное средство для того, чтобы производить хороших граждан, хороших членов общества, если они не обладают разумом, не прибегают разумом. Есть ли здесь опасность? Конечно, есть. Какая? Нет, это абсолютно понятно. Никаких проблем. Для общества именно. То, что они сейчас не думают, кто вас не думает? Нормально. Следует религия. Слепое следование. Слепое следование религии – это нормально. Проблема Евтифрона. Помните, в чем с Евтифроном беда? Евтифрон вдруг понимает, что набожность или благочестие имеет два источника. Указания богов и поступки богов. Как боги велят поступать или как боги поступают? Благочестив тот, кто действует, как боги велят, или действует, как боги действуют. Евтифрон выбирает второе – это превращать Евтифрона в безумца, в социально опасного. Пример социальной опасности Евтифрона, что он делает первым делом, когда решает поступать, как Зевс. Он обвиняет собственного отца в убийстве и собирается его посадить. То есть, фактически, он совершает аналог отца убийства. Он достает против отца. Почему? Потому что Зевс именно это и сделал. Он против отца. Кронос, если я не ошибаюсь. Да. А Кронос ведь и против своего отца восстал. Уран. И очевидно, что настоящий сын должен восстать против отца, если он собирается быть напожим. Эта проблема подталкивает нас, и подталкивает философию, и подталкивает Сократа разобраться с религией, нас и навсегда. Поставить на ее место что-то, что не давало бы человеку, который отправляется к этому набору предрассудков возможностей вот такие вот вещи делать. Учение об идеях. На место богов встают идеи. Идеи не противоречивые. Они не противоречат друг другу, не воюют друг с другом. Более того, идеи совместно управляются одной глобальной идеей блага. И так далее и тому подобное. Другое дело, что вы прекрасно понимаете, что никакого идеализма, никакой теории идей не существует. Ее нельзя реконструировать из Платона. Там столько лакун и пустых мест, что она не собирается вместе. Но если вы обратите внимание на государство и на законы, то быстро увидите, что в идеальном государстве и в почти идеальном государстве место идей, конечно, занимают другие боги. Это не классические боги, не боги города. Это новые боги, но все еще боги. То есть вместо естественной теологии, естественно называвшейся теологией в кавычках, Платонкин предлагает придумать с ноля разумную религию. То есть религию, целиком основанную на разуме, не в том смысле, что она является поклонением разуму, а в том смысле, что все боги в ней созданы с помощью разума. И потому они, например, тоже не воюют друг с другом. Соответственно, не подталкивая благочестивых людей заниматься тем же самым, чем занимаются боги. Хорошо. Ну, возвращаемся к протагону. Еще раз. Я принял. Еще и другие предосторожности. Так что, хоть я и признаю себя софистом, ничего ужасного со мной не случилось. И еще и другие предосторожности, а именно притворство благочестием, именно поэтому, несмотря на то, что я софист, то есть я софист, но я благочестивый софист, со мной ничего не случилось. А занимаюсь я этим делом уже много лет. И всех моих лет уже очень много. Нет ни одного из вас, кому я по возрасту не годился бывать. И так мне гораздо приятнее, чтобы вы, если чего хотите, говорили об этом перед всеми присутствующими. Что Протогор говорит? Да, по поводу приятнее. Мне гораздо более... Это запомните эту идею, она отразится потом, я забегу вперед и скажу вам, помните, чем все заканчивается? Сократ выдвигает вперед гедонистическую теорию. Протогор поддерживает ее еще в самом начале. Мне гораздо приятнее, чтобы вы говорили то, что собрались говорить перед всеми присутствующими здесь. Протогор уже гедонист. Ну, да, да, да. То есть, смотрите, наоборот. Протогор выгоднее, чтобы они говорили наедине, но приятнее, чтобы говорили при всех. Если бы он был утилитарист, это была бы беседа приватная, но он гедонист, и это беседа публичная. Именно этот факт заставит Сократа в конце, чтобы наконец-то соединиться с Протогором и остальными софистами, выдвинуть вперед доктрину гедонизма. Если гедонизм истинен, тогда софистика будет работать. Но об этом мы поговорим в самом-самом конце. Я просто хочу, чтобы вы запомнили этот момент. Мы же переходим к другому вопросу. Ссылка на честность, которую Протогор только что высказал, естественно, подразумевает свою противоположность. Протогор оказался успешным в совращении молодежи и смог сохранить себя мином 91Е, 92А, что мы уже читали. Когда же надо бы совещаться о чем-нибудь, касающемся управления города? Заметьте, о чем говорил Высший Протогор? Вернитесь к началу страницы. В домашних делах умения, но лучшим образом управлять своим домом. Управлять своим домом. Сократ превращает управлять своим домом в управлять городом. Не просто иметь власть в городе, как обещает Протогор, не просто говорить и делать лучше других, а управлять городом. То есть политическое искусство превращается со временем в искусство управления городом. Тут всякий старший подает совет. Будь то плотник, медник, для них сапожник, купец, судовладелец, пока ты пятняк, благородный, безродный. И никто его не укоряет, как того, что не получив никаких знаний, не имея учителя, такой человек решается все же выступать со своим советом, потому что, понятно, афини не считают, что ничему такому обучить нельзя. Достаточно. Итак, демократия начинает работать тогда, когда знание перестает работать. Нет никакого знания политика техне, как теперь мы выясняем знания управления городом. И в тот момент, когда появляются вопросы, связанные с управлением городом, знание теряет свою силу. И демократия слушает всякого, кому есть что сказать, а не только эксперта в искусстве. Заметьте, каких людей, какие виды людей перечисляется крат в качестве тех, кого можно слушать, кого слушает? Ремесленники, богатый, бедняк, ну, по своему благосостоянию и пара довитости. Отлично. Выше Сократ говорил нам три свойства человека, которого не слушают. Какие три? Красивый, богатый и родовитый. И родовитый, да, да. Что исчезает? Красота. Красота еще знает. Почему красота исчезает? Потому что красота не знает. Ну, нет, это понятно, нет, речь идет о демократии. Демократии. Почему, да, почему, смотрите, человека слушают, будь он хоть богатым, хоть бедным, хоть родовитым, хоть безродным, хоть любой другой профессии. Почему исчезает красота? Как это связано с Салки-Вядом? С Салки-Вядом было связано, да? Ну, в смысле, это как бы, на чем это зависит? Вот. Красота и политика, политическое положение вообще никак не связаны. Красота не входит в политику. Если бедность и богатство являются доказательством успешности, благородство и безродство являются доказательством успешности, то красота и уродство не являются с точки зрения Сократа. Также обратите внимание, кто находится в центре из перечисленных Сократом людей. Богатчики. Нет, 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 сначала из профессий. Сапожник. Сапожник. Почему сапожник в центре? Он делает обувь. Обувь. Нет, он делает обувь, это хорошо. И чем является обувь? Что делает обувь? Обувь защищает, причем защищает самую нижнюю часть человеческого тела. Обувь защищает на обувь. Помните диалог политик? Вот она. С кем сравнивает чужеземец политика в конце? Сахожник. Нет, не сахожник. Но близко. С ткачом. Политик как бы ткет невидимое одеяло, которое укрывает всех, защищает всех. Точно так же и тут. Но вы абсолютно правы. В центре стоит еще раз кто? Бывач или кто? Почему? Степень влияния. Ну, допустим, хорошо, допустим, вы правы. Но почему у богатства большая степень влияния, чем у благородства или у профессионализма? Потому что богатство с помощью богатства легче показать, что ты успешен. А почему? Потому что у тебя есть деньги, что ты хорошо живешь. То есть можно быть благородным, но быть без денег. Да, да, это правда, можно. А если профессионал, можно быть без денег? Очень легко. Ну, тогда получат деньги как раз в ремиде вот на присущение в университете. Речь скорее всего идет, да, вы правы, речь скорее всего идет о том, что в отличие от благородства и искусства богатство принадлежит конкретному счету. То есть богатство есть результат труда. Благородство не есть результат труда, и само по себе искусство, которым может или владеть тот или иной человек, не есть результат труда. То есть овладение искусством есть результат труда, но искусство не есть результат труда. более того, вы можете быть сапожником по своей профессии, но это не значит, что вы хороший сапожник. Вы можете быть родовитым по своему происхождению, но это не значит, что вы благородный человек, хороший благородный. Но если вы богатый, это и значит, что вы хороший богатый. По крайней мере, вы не можете быть плохим богатым долго. Вспомните калия. Он был дико богатым, но недолго. И мы должны вспомнить дальше. Потому что... Еще разочек. Потому что понятно афинине считают, что ничему такому обучить нельзя. Еще раз указание на то, что они только считают. Раз. Дальше указание на то, что обучить нельзя, но обучиться можно. Раньше Сократ говорил, обучиться нельзя. Теперь он говорит обучить. Афинине считают, что обучить нельзя. То есть афинине считают, что обучиться политическому искусству можно. Обучить нельзя. То есть нет учителей, но есть профессионалы. И наконец последнее. Сократ напоминает Протогору, что Протогор находится в Афинах в демократии. И соответственно он не может выступать экспертом в политическом искусстве. В том смысле, что он не может говорить, что он обучает политическому искусству. Афиняне не верить, что это можно сделать. А что это можно сделать? Раз. А во-вторых, тогда оказывается, что политическое искусство радикально антидемократично. Что нужно делать, если мы хотим исправить этот недостаток демократии? Нет демократии. Нужно убедить демократов. И Сократ ровно об этом и говорит. Убеждение. Демократу избавиться от демократии? В частности. Но что нужно для убеждения? Нужна публичная дискуссия? Конечно, конечно. И вот она же и должна произойти. Прямо перед нами. Это публичная дискуссия. О том, существует ли политика Техне и можно ли ему обмучать. Если она существует и ему можно обмучать, то присутствующие, убежденные этой дискуссией, а я напоминаю вам, что родовитый, богатый красавец, который тут сидит рядышком, он и есть причина этой дискуссии. Чтобы он понял, что за политик Техне надо не к протагону идти, а к Сократу. Чтобы охота стала успешной. Эта дискуссия и должна будет состояться. Как только родовитые, богатые, красавцы поймут, что демократию можно исправить, уговорив ее, то есть, обладая знанием, они ее уговорят. Я обращаю вас к Фукидиду и спрашиваю, уговорили? Да. Как? Демократию. Мы уговорили. Можем еще раз зачитать этот рывок от Фукидида, где Фукидид прямо говорит, это была приперикли, это была демократия только по названию. А правил один человек, да, конечно. Немножко долго. Вот эти, наверное, да. Почему? Потому что пеникал и был, остались, сильным словом и делом. Иными словами. Отменить демократию можно, не отменяя демократию. Хорошо. Есть ли вопросы? Я понял, отменяя демократию, а отменяя демократию. Нет, не отменяя демократию. Не отменяя демократию. Очень просто. Демократический режим остается. Все голосуют. Но так как впереди стоит один лидер, чье мнение благодаря софистике и риторике оказывается превалирующим или всеобщим. То есть, грубо говоря, если все мы развращены в одну сторону, и эта сторона представлена одним человеком, за которым мы все идем, то абсолютно демократия. То есть никакой демократии при абсолютно демократии. Почему есть стремление вообще, чтобы даже формально было демократии? Сколько их здесь? Высосующих? Нет, я имею в виду... Демократии? Нет, нет, нет. У Калия в доме, у Калия на вилле. Да. Не обязательно. Ну сколько их? Семьдесят. Ну да, пару десятков. А сколько из них, собственно, не... А сколько из них местные и молодые люди? Поменьше. Потому что софисты, ученики софистов и сократы сключаются. Отлично. Ну там и евро, конечно, сключается. Сколько получается богатых, раздавитых, красивых, которые могут вести за собой демократию? Очень немного. А демократов сколько? Ай, хорошо. Конечно, конечно. Отменить демократию нельзя, потому что демократы демократов больше они всегда побеждают. А зачем тогда олигархируются? Хороший вопрос, но не сократ ведь ее сделал, правильно? Не сократ ее придумал. Я сам дам сказать. Ну неважно. Критий, Критий, Критий. Но помните, что Критий это как раз тот человек, на который Сократ ругается по возвращению из Патидель. То есть Критий не достоин. Критий не вызывает. Даже диалог с ним не назван в его честь, а диалог назван или в его честь происходит не с ним. Хорошо, еще вопросы есть? То есть совратить алкивиада, поймать алкивиада можно, указав алкивиаду на проблему, что того, что алкивиада есть недостаточно для того, чтобы реализовать его амбиции и указав на те средства или еще лучше того человека, который этими средствами владеет, дабы алкивиад за ним пошел. Так как убивает двух взятистей? Конечно. Не двух, он убивает множество зайцев сразу. Естественно, естественно, вы просто должны помнить, какая цель главная. Победа над протагором покажет алкивиаду, что надо идти не за софистами, а за Сократом, потому что Сократ видит проблемы, связанные с живанием мелких и видит способ их решения. И мы это увидим в самом-самом-самом-самом-самом-самом. Хорошо. И не только по общему мнению города, но и в частной жизни. Не только мнение демократов, авторитет афинян выступает против притязаний протагора, но и опыт как таковой, в том числе и личный опыт. Ну и в частной жизни. У вас мудрейший и лучший из граждан. У нас. И лучший из граждан не в состоянии передать другим ту самую добродетель, который владеет сами. Остановитесь. И тут происходит много всего одновременно. Первое. Личный опыт показывает, что даже мудрейший и лучший из граждан. Мне, заметьте, речь не идет о самых могущественных. Речь не идет о сильных делом и словом. Речь идет о мудрейших и лучших. Это немножко разные вещи. Не правда ли? Сильнейший и мудрейший. А лучшие это какие? Вот. Допустим, сильнейшие. Сократ у нас на глазах пытается объявить мудрость и власть в городе. Но это не важно. Важно другое. Не в состоянии, значит, эти граждане мудрейшие и лучшие не в состоянии передать другим ту самую добродетель, которой они владеют. Какое слово тут появляется из ниоткуда? Добродетель. Добродетель. Мы только что говорили о политокетехне. Мы только что говорили об экономике и быть сильным словом и делом. Смотрите, по заголовке экономика и политика, которая подразумевает слово и дело. Сократ говорит не-не-не-не-не. Только политокетехне. Только политическое искусство или политическое знание. Теперь это политическое знание превращается в добродетель. Ни из ниоткуда, благодаря этой длинной речи Сократа, вылезает предмет самого диалога. Протагор вообще не говорил, что он учит какой-то добродетели. Протагор вообще ничего не говорил ни о какой добродетели. Вдруг выясняется, что протагор, а, не учит палеток это хне, б, не учит быть сильным словом и делом, ц, не учит экономики, д, он на самом деле учит добродетели. То есть протагор обещает делать человека добродетельным. И снова встает вопрос, если бы протагор с самого начала сказал, что он не делает своих учеников лучше и лучше и лучше, а делает их добродетельнее и добродетельнее, что бы спросил Сократ? Что такое добродетель? Отличный вопрос, который, как вы помните, в конце диалога покажет, что весь диалог был бессмысленным, да? Сократ бы спросил, какой добродетели? Потому что очевидно, что скульптор такой-то делает своего ученика добродетельнее, то есть более знающим в скульптуре. Музыкант такой-то в музыке, врач такой-то во врачевании. Мы же объединили знания и добродетели. Так какой добродетели учит протагор? То есть вопрос абсолютно верно, что такое добродетель? Что мы понимаем под добродетель? Ну да, в случае благополитический. Нет, добродетель всегда политическое, потому что добродетель всегда человеческое. Ну, в начале Анастасия говорил, что он лучше. Протагор так и говорил, да. Быть лучше каждый раз. И Сократ спрашивал, в чем лучше? Очевидно, что получая любое знание, мы становимся лучше. То есть Сократ вводит протагора в три шага от того, что протагор говорит, к тому, что надо Сократу. И протагор каждый раз будет соглашаться. Добродетель появилась, она станет центром. Протагор вообще ничего не говорил о добродетели и не собирался. То есть за это Сократ его и схватит. Вы же помните эти вопросы. Так совпадает ли мудрость, мужество и так далее? Протагор вообще не про это говорил. Заметьте, он даже и не претендовал на то, что добродетели можно научиться. Или нельзя научиться. Или он может научить. Нет. Когда Сократ в конце будет говорить, мы оба заявляли разные вещи. Ты заявлял, что добродетели можно научить. Я заявлял, что нельзя. А выяснилось так, что и я опровергнут, потому что теперь я заявляю, что можно. И ты опровергнут, потому что теперь ты заявляешь, что нельзя. Это ложь. По одной простой причине. Протагор никогда не заявлял, что можно. Следующая проблема, которую мы должны обязательно затронуть. У нас мудрейшие и лучшие граждане не в состоянии передать другим ту самую добродетель, которой они владеют сами. И следующие три слова, прошу. Взять хоть Перикла. Нападение на демократию. Демократы, да, не считают, что знание возможно. И следующий шаг – нападение на недемократа. Перикла. И Перикл не может. Помните о связи протагора с Периклом. В результате протагор, а, должен будет доказать, что он не брать демократии, в своем ответе. И, б, каким-то образом объяснить, что он еще и друг Перикла. Это проблема. Если протагор становится на сторону Перикла, он должен выступить против демократии. Если протагор становится на сторону демократии, он должен выступить против Перикла. Да. То есть сказать, что либо народ прав, Перикл – дурак, либо народ дурак, Перикл – прав. Протагор – умнейший аратор. Он выкрутится. Мы увидим, как. Следующее. Мы говорили с вами о нападении на Перикла. Оно продолжается. Философия очень недовольна Периклом. Крайне недовольна Периклом. Периклом плохо еще и тем, что, будучи вождем государства, не обладает никаким знанием. Он не в состоянии сделать своих сыновей, как скажем дальше, с умными политиками или политиками вообще. Соответственно, из этого делается какой простой вывод? Что он никаким знанием не обладает. И следующий простой вывод. Он ведет за собой государство случайно. Он оказался во главе государства случайно и ведет его в никуда. Проблема естественной общественной иерархии. Как во главе государства оказываются люди, которым нельзя не то что доверить государству, которым нельзя доверить вообще ничего. Почему? Потому что они даже своих детей не могут сделать хорошими. Да. Так ведь считают же, что обучить нельзя, но обучиться не нужно. Если Перикл каким-то образом обучился, он же знает, как он это сделал. Но он сам-то не может обучиться. Конечно, но он своих сыновей-то может наставить на путь истинный? Как обучиться тому, чему же обучился и Перикл. Но смотрите, где его сыновья? В комнате. Не просто тут, в доме Калия. Где они? Они в свите Протагора. О чем Сократ прямо сказал. И он направил их к Протагору, который вообще ничего не знает. Там дальше еще будет про тех, кто находится под опекой Перикла. У Кивята его брат Клиник. Там будет пояснение по поводу того, что Перикл делает с ними. Итак, проблема становится еще острее. Нельзя быть другом демократии. Потому что демократия и глупость – это одно и то же. Но нельзя быть другом Перикла. Потому что Перикла и глупость – это одно и то же. И это при том, что, напоминаю вам, пик Перикловых Афин. Демократия афинская ведет весь остальной греческий мир за собой. Афинский морской союз. Перикл ведет демократию за собой. И Сократ, о чем мы уже говорили, в качестве недовольного. Философия рождается из недовольства. Философия выступает и против Перикла, и против демократии одновременно. Он недоволен ни тем, ни тем. В чем проблема? О которой нам, пока мы не перешли к Периклу, следует говорить. Когда Сократ говорит «мудрейший из граждан». Я специально обратил ваше внимание на то, каким Сократ назвал себя в самом начале этой речи. Как и все афиньи тоже мудрые. Что он тоже мудрый. Отлично. Значит, на что нам указывает Платон? На какую проблему? И вот сейчас мы перешли к новой проблеме. Перикл не мудрый, потому что он не смог сделать своих сыновей и тех, кто находится под его опекой, хорошими политиками. Но при этом он сам. Да, при том, что он сам был как бы хорошим. Это доказывает, что он никогда не был хорошим политиком, да? То есть никаким знанием не обладал. У Сократа будет тоже. Вот. Вот. Так у Сократа трое детей. Если я не ошибаюсь, трое сыновей. Если Сократ мудрый, то почему он не сделал своих трех сыновей философами? Более того, в Платоне нет вообще ни одной сцены, где бы он общался хотя бы с одним из своих сыновей. У Ксенофонта есть одна, где он убеждает старшего своего сына слушать свою ненавистную мать к Сантику. Потому что сын ему объясняет, я здоровый, я здоровый человек, это невозможно. С ней вообще не то, что жить невозможно. Ее даже видеть невозможно. И слышать невозможно. Сократ, естественно, нездоровый, говорит своему здоровому сыну заболеть. Я вот болею и ничего. Все хорошо. Можете обратиться к этому замечательному разговору по поводу того, почему надо слушаться родителей. Обвинение, которое Сократ бросает в пилику, любой здорово-настоящий человек может бросить Сократу. Если ты действительно омолодаешь знанием, как получилось так, что ты не смог его передать своим сыновьям? По такому это не сделали? Нет, по такому это не сделали. А Сократ еще слишком молодой для того, чтобы его сын был достаточно взрослым. Но... Открыто для всех недоступно для всех. Вот. А это значит, что знание, как добродетель, на самом деле недоступно для всех. А это значит, ровно то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, что знание на самом деле недоступно для всех. А если быть еще более точным, что знание на самом деле недоступно. Но если знание на самом деле недоступно, почему Сократ не смог сделать из своих детей философов, сообщив им это? Ну, из кого-то же он смог сделать философов? Из Платона, например, он смог? Вы думаете, Сократ не смог бы заинтересовать в беседе своего сына философии? Нет, в философии и политике разные вещи. Они точно туда не попадут, они дети нищего. Они демократы. Мы сейчас делаем, что мы считаем, как-то беременность, чтобы люди были уже подготовлены к тому, чтобы стать философами. Подготовлены в каком смысле? Беспечены. Врожденная. Разводить можно любого. Вот, врожденная. Какая-то природа. У философа есть какая-то природа. И это значит, что у человека, способного к философии, уже эта природа есть. Заметьте, как Гиппократ обладает какой-то природой. Так же и Алкивиат обладает какой-то природой. И Крития обладает какой-то природой. И Платон обладает какой-то природой. Мы все еще говорим про совпадение естественной и общественной иерархии. Тут возникает проблема. Какая-то природа. Если эта природа существует, то это знание. То должно быть какое-то знание о природе человека. Но это входит в противоречие с тем, о чем мы говорили прямо в прошлый раз. Знание нет. Либо идея о том, что природа человека существует, противоречит идее о том, что знание не существует. Либо противоречия нет. И тогда придется сказать, что либо Сократ вжет, когда говорит, что знания не существуют. То есть, когда он знает, что ничего не знает. Либо придется сказать, что мысль о том, что существует знание о природе человека, является еще одним уровнем, еще одним слоем развращения молодежи. Определенным молодым людям Сократ говорит о том, что существует природа человека. Что эта природа им подходит. И что они своей природой подходят под то, чтобы стать философом. Либо природы не существует, и тогда кто угодно может стать кем угодно. Либо природа существует, и тогда пул будущих философов, возможных философов, строго ограничен людьми, у которых есть соответствующая природа. Либо мы верим обвинителю. Сократ знает, куда он ведет каждого конкретного человека. Сократ обладает каким-то знанием. Но тогда Сократ не философ. То есть он не занимается поиском знаний, он уже им обладает. А все эти вопросы, наводящие маэфтика и диалектика, они ничего не дают. Никуда не ведут. То есть ведут ровно туда, куда ему нужно. Если существует природа, существует естественная иерархия. Если существует естественная иерархия, если с ней не совпадает общественная иерархия, это несправедливая позиция. Если вы богатый, красивый, родовитый, и при этом еще обладаете природой философа, вы должны стоять во главе общественной иерархии. Идеальное государство, цари-философы, стражи под ними. Если природы не существует, мы все равны. В частности, мы все равны в своем незнании. В знании и незнании. Демократия. Был ли Сократ демократ? Нет, не был. На этой почве его демократой обвиняли. Херефонт был демократом. Помните, он так и защищается. Но вы же верите Херефонту. Вот Херефонт, бог, там все дела. Нет. Но здесь мы натыкаемся на новую проблему. Почему Сократ говорит то, что он говорит по поводу природы и прочего? Потому что он идет к богатым юношам. К богатым ирдовитым юношам. Было бы странно, если бы он говорил ему что-то другое. Видите, это новая следующая проблема. И она довольно тяжелая. Ну, на мой взгляд. Есть у вас вопросы по каналу? Есть? Это тоже честь. Это тоже честь охоты на Укевиад. Да, он идет к богатым ирдовитым юношам. Ну, а кто такой Укевиад? Богатый юношам. Ну, вот. Причем, смотрите, это единственный юноша, который здоров. Это Гермес. Гермес, который учит Одиссея, как из свиней, как вылечить его команду от проклятия Церсея, превративших его команду в свиней. То есть, как из свиней снова сделать нормальных людей. И я обращаю ваше внимание, это единственный раз, когда в Енисее Гомер пишет слово природа. Возвращаемся в вопрос о существовании природы. Это вопрос идеологической позиции. Если мы ее узнаем, значит... Значит, вы говорите о возможности знания, знания о человеческой природе, соответственно, о возможности экспертизы, то есть эксперта, который знает человеческую природу, и, соответственно, о гибели демократии. Значит, Фукидид, он был именно... Конечно, Фукидид не был демократом. Там же, правильный человек... Конечно, 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 Фукидид не был демократом. Ну, простите, у меня Фукидид есть богатый, родовитый, красивый юноша. Да, которого еще не изгнали. Ну, изгнали, понятно, но тот факт, что он занимал должность стратега, показывает, что он не был нищим, а значит, не был демократом. Но Сократ мог обращаться? Нет, по крайней мере, не здесь. Платон мог знать Фукидид, а Сократ не мог. Если мы убираем... Если мы убираем природу, да, то у нас... Да, знание теряет всякую свою ценность, оно становится невозможным, и тогда, конечно, равенство, братство, еще какие-то... Мы знаем, что знаний нет, что получается по Сократу. Тогда его демократия начинает. Но Сократ не демократа. То есть, он словом, он говорит одно, но дело в этом, он говорит другое. Кого он воспитывает? Он воспитывает алкевиат. Больше никого не воспитывает. Но Платона. Да? Косвенно, потому что Платона здесь нет нигде. Кроме Аполлоки. Да, 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 демократию. Она его... Ну, вы помните, зачем это было сделано? Совершенно для других целей. То есть, с одной стороны, мы не можем верить каждому слову Сократа на слово. Всему, что говорит Сократ на слово. Но с другой стороны, это указывает на определенную проблему. Да. Может быть, какая-то природа, если есть эта природа, которая склонна к философии, то, значит, знание, оно есть. Знание о природе, да, да, да. Да. Но эта природа, она ведь может относиться к какому-то другому знанию, к какому-то другой сфере. Нет, она не может относиться ни к какой-то другой сфере, потому что это знание о человеке. То есть, философское знание. Но знание о человеке может быть необязательно философии. Это правда. Знание о человеке может быть необязательно философии, если речь идет о биологии, о теле. Но мы ведь говорим не о теле И как говоря о природе человека Мы ведь не подразумеваем Гомо сапиенс, сапиенс Примата, двуногого, млекопитающего Говоря о природе человека Мы понимаем природу души в максимальных кавычках Это только философия Мы же об этом и говорили Только философское знание Хорошо, еще какие-то вопросы Итак, мы возвращаемся К переклу И трудностям перекла Взять хоть перекла отца этих вот юношей Этих вот юношей, потому что они оба здесь Во всем, что зависело от учителей Он дал им прекрасное тонкое воспитание Причем сам мудр Кто ни самых не воспитал Ни другим того не поручил Итак, в чем же сам мудр Эликов В политикотехне Да, в политическом искусстве Ни самых не воспитал Ни другим того не поручил Вроде-то они тут кругом Словно пасутся на воле Не набредут ли невзначально добродетели И заметьте, Сократ возвращает их То возвращает нас назад к добродетели То, в чем он мудр В какой-то добродетели, да? Он не смог передать добродетели дальше То есть он не в политикотехне мудр Он в добродетели мудр Если угодно еще пример Тот же самый человек Перекол, будучи опекуном глини Младшего брата вот этого вот алкевиада И спасает, чтобы не развратил его алкевиад Заметьте, развратил его алкевиад Оказывается, здесь все развращены Но помимо развращенных Есть еще и развратители Это протоколы Естественно Это софисты в целом Это Сократ И вдруг оказывается Что это еще и алкевиад Заметьте, что алкевиад Не имеет отношения к знанию никакого Он не софист и не философ В этом возрасте Но он развращает молодых людей Почему он развращает молодых людей Притом, что мы до этого помним Немножко, да Что как бог Гермес Он сам здоров Почему он развращает молодых людей Алкевиад Да Для этого немножко надо знать Историю алкевиада Да, жизни алкевиада До этого Еще далеко до сицилистского похода А он уже сейчас развращает Что есть в развращении? Передача какого-то знания Нет Звучит Нет, как оно проявляется Молодых людей Молодых людей Они отвергают отцов Они отвергают отцов А алкевиад с самого начала Стоит против традиции и отцов Проблема в том, что и алкевиада получается И алкевиад может это делать А остальные юноши Пытающиеся его копировать не могут То есть только личность Как алкевиад больше не может Да Но не будет нельзя Философия все-таки оптимистична Получается, что алкевиад Разращает их не знанием А своим примером личным Открываете Аристотеля Седьмую книгу политики Восьмую даже, по-моему И видите, как Аристотель говорит Алкевиад первый Отказался учиться играть на плейте После этого греки вообще отказались Учить своих детей играть на плейте Алкевиад встает против традиции Не с помощью разума А потому что он алкевиад И традиция меняется Есть юноши, которые пытаются Подражать алкевиаду Выставать против традиции Но они не алкевиад Поэтому у них ничего не получается Из них получается Его брат Клиний И сыновья Периква Кто такие замечательные Его брат Клиний И сыновья Периква Мы узнаем В замечательном диалоге Алкевиад первый 118 Е То есть тогда получается Что разращает не только знания Естественно Разращает не только знания Потому что часть людей Еще до встречи с Акратом Оказываются разращенными Помните, что То есть смотрите Начинается просвещение Софистическое просвещение Софисты готовы обучать любого Кто готов заплатить Безродный, благородный, бедный Ну то есть в смысле богатый Неважно Так начинается всеобщее разращение Но всеобщее разращение Начиналось еще до этого Потому что ведь Пойти к Софисту Который, как вы видите Постыдной деятельностью занимается Это значит уже преодолеть стыд А преодолеть стыд Это значит уже нарушить традицию Что ж, прошу Ведь это прекрасное свидетельство Значения нашего дела Знание Видите, вы следуете за мной Звращаю вас Знание своего дела Каким бы это дело не было Если человек в состоянии Передать свои знания другому Я с этим согласен Ну то есть смотрите Ведь это прекрасное доказательство Что ты специалист Если ты способен научить Своей специальности Кого-то другого Ну а можешь ли ты сказать Что Перикл сделал Кого-либо мудрым Например своих сыновей Да нет же мой Сократ Ведь оба его сына Оказались Сами Перикл Прошу прощения Алкивиат честен Предсократом Алкивиату нечего сказать Он говорит Оба его сына дураки А твоего брата Клини Потому что Клини Находится под опекой Перикла Зачем ты упоминаешь Клини Этого безрассудного человека Безрассудного Этого сумасшедшего Этого безумца Но если Клини Безумен А собственно Сыновья Перикла Глупцы В чем же причина того Что он пренебрег тобой И оставил тебя В таком состоянии Я думаю Что причина Во мне самому Почему Перикл Не смог Развратить тебя Я думаю Что причина Во мне самому Я к нему не прислушал Я к нему не прислушал Достаточно Перикл не смог Ни сделать Своих сыновей лучше Ни сделать Алкивиат хуже Сделать их лучше Было нельзя Почему не обладал Никаким знанием Сделать Алкивиада Хуже нельзя Потому что Алкивиада Особая природа Позволяющая ему Избегать Таких проблем Да А не получается так Что если Сократу Охота Сократа На Алкивиада Влечается успехом То Алкивиад Разгодится Это возможно Но какая цель Охоты Нет Алкивиада Нет Он же как Он же учит Больного Нет Он учит Гермеса Нет Наоборот Гермес Учит Одиссей Но Одиссей Это это Сократ Значит Цель охоты Охоты На Алкивиада Узнать Как вылечить Цель охоты Воспитать Человека Который В будущем Возьмет Власть И город Станет Более дружелюбным К философии Да Развращать Для этого Алкивиада Невозможно Потому что Алкивиад Обладает иммунитет Он же Только что Сказал Что он просто Не слушает Нет Он не слушал Перикла Да Но с тем же Успехом Он может не слушать И Сократа Но если он Будет слушать Сократа То он ничего Не удается Вот Вопрос Что Что из того Что говорит ему Сократа Будет слушаться Что нет Он ведь может Слушать Вполне может быть Но для этого Надо знать Алкивиад Первый И Алкивиад Второй Скажем так Удалось ли Сократу Удалась ли охота Охота 100% удалась Мы помним В пире Алкивиад Признается Что я как бы И сам хотел Но нет Но вопрос Заключается в другом Является ли Алкивиад Образчиком Политического Дитя Если является Тогда Развращение Не получилось Или По крайней мере Надо думать Как 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 быть То есть Смотрите Со стороны Отцов Алкивиад Уже Развращен Причем Никого Не слушает Но он Абсолютно Здоров С точки С точки С точки С точки С точки Сократа Видите Тут Проблема Вы Правильно Указываете Это Надо Обдумывать Уже Отдельно Посвящать Вопрос Тому Как Алкивиад Сократа То есть Одногие Читают Алкивиад Первый Алкивиад Второй Пир Протагора И конечно Надо Открыть Потому Потому Что Там Мы Видим Что Алкивиад Действительно Кое-что Перенял Сократа Или По крайней Мере Он Делает Вид Что Перенял Отц Сократа Помните Когда Он Говорит С спартанцами Он Говорит Вы Должны Меня Послушать Потому Что Я Обладаю Знанием Для Спартанца Это Вот Это Нечто Невероятное Никто До Этого Не Додумывался Такие Вещи Спартанцами Говорит Хорошо Итак Алкивиад Четко Говорит Два Сына Перикла Идиоты Его Брат Клинии Сумасшедший Безумец Не будем Сумасшедшим Это Клиника Вот Он Безумец Безумец Поэтому Перикла Ничего Не Получилось Но Алкивиад Здоров У Перикла Ничего Не Получилось И с Алкивиадом То Смотрите Мы Должны На самом деле Задаться Вопросом Получилось Что У Сократа С Алкивиадом И Этому Придется Посвятить Отдельный Курс Перикла Будучи Опеку На Алкивиаде Младшего Брата Вот этого Алкивиада И опасаясь Чтобы не Развратил Его Алкивиад Разлучил И он Алкивиад На воспитание В Дом Арифона Но не прошло Шести месяцев Как тот Вернул его Обратно Не зная Что с ним Делаешь Да Ну естественно Если человек Безумен То как бы Какое тут Воспитание Заметь Что у нас Есть диалог В котором Присутствует Некий Клиний Этот диалог Называется Ифтидем Помните Ифтидем И Дионис Адула Вот эти ребята А ведь Весь диалог Вращается вокруг Клиния Клиний Садится На коленки К Сократу И Они вместе Начинают Кое о чем Беседовать Проблема в том Что это не тот Клиний Это не брат Алкивиада А как я вам Уже говорил Кузен Алкивиада Двоюродный Брат Алкивиада То есть Это как бы Клиний И мы думаем Вот оно Но это не твоя Клиний А? Ну там просто Дело в том Что надо называть Своих сыновей В честь отца И соответственно Если у отца Два сына То эти два сына Назовут своих Двух сыновей В честь одного И того же человека То есть одинаково Так и случилось Хорошо Да и множество Других людей Могу тебе назвать Которые будучи Сами хороши Никого не смели Сделать лучше Ни из своих домашних Ни из чужих Так вот Протобор Глядя на это Я и не верю Чтобы можно было Научить добродетели Смотрите внимательно Теперь речь идет Уже не О Афининах А о Сократе Лично Афинине не верят В политикатехне Сократ не верит В обучение Добродетели Это две разные вещи Помним Что решающий Пример Сократа Это Сократ Что решающий Здесь пример Сократ и его Три сына И его дети Потому что Если уж он не смог То значит Действительно Научить добродетели Нельзя Но опять же Мы же помним Что научить добродетели Нельзя Если только Нет соответствующей Природой Однако Слушай твои слова Я уступаю И думаю Что ты говоришь Дело Я полагаю У тебя большой опыт И смотрите После этих слов Естественно Сократ Как настоящий риторик Должен подсвластить Пилюлю И Сократ Подсвращает ее Максимально Итак Я полагаю У тебя большой опыт Ты многому научился А кое-что И самое То есть Это предел Для человека Ты много Знаешь Многому Научился И даже Создал Какое-то Знание Ничего Больше Ученый Сделать Не может Так что Если ты в состоянии Местнее нам Показать Что добродетели Можно научиться Не скрывай этого И покажи Что же Сократ понимает Под добродетели Здесь и сейчас Что не можно Нет Нет Что Подразумевается Под добродетели Нет 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 Политическое знание Закончилось там На словах с афинянами Как только Речь зашла О перикле Речь зашла Добродетели Что подразумевает Может подразумеваться Под добродетели Здесь и сейчас Нет Ну это через чё Мне кажется Ну хорошо Пока А Ну в чём В чём же Нет Речь идёт о добродетели Именно Он будет Какой-то добродетели В какой В какой Мы пока не понимаем Хорошо Скрывать Сократ Я не буду Сказал протокол Ну как мне вам Это показать С помощью Ленин И смотрите И смотрите Если Добродетели Если Ты в состоянии Нам не с ней Показать Что добродетели Можно научиться Не скрывай И протокол отвечает Скрывать Сократ Я не буду Следовательно Протокол признаёт Всё что Сказал Сократ А именно Что протокол Учит И как быть Хорошим гражданином О чём было сказано Выше Учит и политическому Искусству О чём было сказано Выше И учит Добродетели Только что Он говорил Что учит Экономики И как быть Сильнее Всех В речах И словах А теперь Он признаётся Что он учит Как быть Хорошим гражданином То есть Учит тому Чему учат Законы Собственно Кто такой Хороший гражданин Учит Политик Техне И Учит Добродетели Вот это вот Ошибка Катастрофическая Заметьте Протокол Ведь нигде Не говорит Что это так И никогда Не говорил Что это так Но Сократ Заставил его Благодаря Умению Диалектики В этом Вахну Безназ Но как мне Вам это показать С помощью Ремифа Какие рассказывают Старики Молодым Или же С помощью Рассуждения Рассуждения Плохо Мюфос Логос Логос Это и правда Рассуждения Логос Это слово Важно Что Протокол Отделяет Впервые Отделяет Миф От Логоса Это противопоставленные Вещи До этого Нет никаких проблем Назвать какую-то Историю Какую-то анекдот Логосом Теперь уже нет Логос Это строгое Рассуждение Миф Это сказка Что делает Протокол Слушается Сократ На По сути Его же Сказка Хорошо А соглашается Тогда он В первую очередь С чем? С тем Что он Не преподает Не канал А преподает Добродетели Да Но что это значит? Почему Почему Патагор не может Ответить иначе? Еще если он Ответит иначе А именно Что он не занимается Что добродетели Нельзя передать Добродетели Нельзя обучить Все его Калины А он ведь Не говорил Да это что Он учит добродетели Нет Тогда придется Признать Что то Чему он Учит Не нужно Афинянам Потому что он Не учит Ни политика Техне Ни хорошему Гражданству Ни добродетели Оно не нужно Афинянам Как демократам И оно не нужно Всем присутствующим Почему? Потому что Если Перикол не смог То Перикол дурак А Патагор может Поэтому Патагор вынужден Сказать Да я могу Могу Если не можешь То ты не нужен Потому что Зачем создается Предложение Спросом Спрос какой Перикол не смог Сделать своих сыновей Клиния и Алкивиада Заодно Своих опекунов Ну опекуемых Добродетельными людьми Вот они все здесь Но сыновья А Перикол и Алкивиад Здесь Вот они все здесь Как бы Что он еще может сказать Кроме Да конечно Я этому обучаю Именно поэтому Он официально признается Признается Что Перикол дурак Ничего не можешь научить И признается Что Афинское собрание Не очень разумные люди И он всему может На самом деле Политика техния Вполне себе Обучаема Да конечно Если он в итоге Приходит к выводу Что все-таки Добродетели нельзя Научить Так это Сократ Его приводит К этому выводу И тем самым доказывает Что протокон Еще не знает И тем самым доказывает Алкивиаду Что нужно идти Не за протоконом А за Сократом То есть если бы С самого начала Протокон Сказал бы что нет Проблема в том Что если бы он С самого начала Сказал бы что нет Зачем он был бы нужен Какой спрос Спрос простой Сделай нас добродетельными Как Сократ Выставляет это Если протокон Говорит Я не делаю людей Добродетельными Зачем он нужен Сыновьям Перикла Ялкивиаду Еще раз Это софизм Аля Когда ты перестал Бить свою мать Ответить на него Невозможно Не ответить Тоже невозможно И тот факт Что протокон Не реагирует Показывает Что вообще-то Он нерассудителен То есть то Чему он учит Эвбулья Он на самом деле Не владеет Если бы он был Рассудительным Он бы остановился И сказал Не-не-не-не Подожди-подожди Давай мы разберемся Что ты имеешь ввиду Что такое добродетель Но нет Он этого не делает Он не может Он не обладает Эвбулья Не обладает Он показывает Для нас с вами Там быстро-быстро На разговоре Вряд ли Но для нас с вами Видно Но это еще одно Доказательство Что он не обладает Эвбулии Среди прочих То есть смотрите У него был первый выбор Надо было дать себе Хороший совет Это должен был быть Триватный разговор Он дает плохой себе совет Сейчас второй выбор Ты точно Добродетели учишь Снова мимо Сейчас будет третий выбор Миф или логос Да Миф или рассуждение И дальше будут Еще миллион Миллион выборов Для протокола И Сократ будет Их устраивать Он каждый раз Будет выбирать Неправильно И тем самым Всякий разумный Присутствующий То есть Аукериад И Клетин Понимает Что протокол не владеет Тем Чему он по его Собственным заявлениям Учит Ну представьте себе Сапожника Который не умеет Шить сапоги Да И вам И ровно на ваших глазах Пытается шить сапог И у него ничего не получается Ну значит Он никакой не сапожник И идти к нему Учиться Это большая ошибка Давайте мы на этом остановимся И потом вернемся К нашему протоколу Единственное что я скажу Что смотрите Протокол сразу говорит С помощью мифа Какой рассказывают Старики молодым Рассуждение Это для своих А миф Это для молодежи Протокол старик Кому он должен обращаться? К молодежи Потому что это его Потенциальные ученики И следовательно Какой выбор Он должен сделать? Логас И потому он Даже не должен Ставить этого выбора Если он знает Что его целевая аудитория Это молодежь Если он знает Что мифы Рассказывают молодежи Старики Вообще Даже не должно быть выбора Но он этот выбор Сам себе ставит И делает лучший выбор У всех Помните Какой он выбор делает? Он сначала И то и другое Молодец Да Да Потому что Как вы помните Сократ же подвел сюда Протогора О, Продика И Гиппе А это значит Что он должен И молодежь впечатлить И стариков впечатлить Старики не рассказывают Друг другу бабкины сказки Они рассказывают Друг другу Хорошо На этом мы останавливаемся Если у вас нет вопроса Продолжение следует...